Кто к нам со своим спектаклем придёт? Исчерпывающая информация на сей счёт для жителей Кузнецка предстанет в афише, которая была подготовлена к очередному заседанию Организационного комитета фестиваля «Золотая провинция». Всего, по словам художественного руководителя фестиваля Натальи Тёзкиной, в город прибудут 11 театральных коллективов из Москвы, Перми, Ульяновска, Пензы. Из своего репертуара кузнецкой публике они представят спектакли по произведениям Шекспира, Горького, Бажова, Гоголя и других авторов. Неинтересных спектаклей, как обещают организаторы, не будет. У каждого есть своя изюминка. Например, постановка Пермского театра «Паночка» уже демонстрировалась кузнецким зрителям. 28 лет тому назад, представляете, до сих пор этот театр жив, и эта постановка, она только усовершенствуется, в неё вносится современность, в неё вносится, но основа как бы осталась та же самая. Организаторы «Золотой провинции» и на этот раз намерены следовать принципам проведения фестиваля, заложенным ещё четыре года назад. Наш фестиваль – это не простой фестиваль, это фестиваль-мастер-класс, когда профессионалы привозят свои работы и показывают любителям, то есть любительским коллективам, где играют дети, где занимаются юноши, девушки. И вот эта любительская часть показывает нам спектакли на военную тематику. Всего в Кузнецк ожидается прибытие 148 человек. Вопросы их приёма, детали приезда, размещения и условия пребывания гостей сейчас находятся в центре внимания организаторов. «Приезжает первый коллектив 13 апреля в Театр Моста, они потому что едут с Европора, из Будапешта, и вынуждены мы их будем встретить, чтобы они лишние движения не делали». Фестиваль «Золотая провинция» пройдёт в Кузнецке с 14 по 18 апреля. Он посвящён Году литературы и 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Учредителями фестиваля выступают Администрация города Кузнецка, Управление культуры города Кузнецка, Пензенская региональная общественная организация, Театральный фестивальный центр «Золотая провинция» и впервые Пензенский драматический театр имени Луначарского.